Здравствуйте! С вами новости телеканала Сампо ТВ 360. В студии Андрей Раев и вот главные новости на сегодня. Ну, специалисты говорят и гурманы, что оно лучше, чем то, которое получается в средней полосе. В ресторанах Петрозаводска появится мраморная говядина местного производства. Мы создадим, увеличим даже количество мест в бизнес-инкубаторе, но при этом приблизим услуги бизнес-инкубатора как раз к потребителям. Карельскую корпорацию развития ожидает перезагрузка. Весьма и весьма довольны, все очень хорошо, озеленение еще немножко доделают и приятно будет к дому подойти. Двор на Тупиково и зазеленеет. Во дворах Петрозаводска идут работы по проекту «Комфортная городская среда». В ресторанах карельской столицы вскоре появится мраморная говядина местного производства. Проект в области мясного животноводства активно реализуется в Ахдампокском районе. Сельхозпредприятие, занимающееся разведением крупного рогатого скота, в рамках рабочей поездки посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. С директором общества с ограниченной ответственностью «Новое» Андреем Кузьменковым он обсудил условия развития производства, где планируется строительство новых загонов для животных, создание собственной кормовой базы. В прошлом году здесь обустроили два выгольно-кормовых двора. Работы продолжаются. Сейчас на предприятии содержится 909 голов крупного рогатого скота. В планах нарастить общее поголовье до 3000. Развитие производства будет идти по нескольким направлениям. В первую очередь ему требуется расширение территории для посева и выгула скота и формирования материнского поголовья. Надо посмотреть, как увеличить субсидии на приобретение племенных коров уже для создания собственной базы для воспроизводства. Вот основные задачи. Конечно, качество продукции уникальное, потому что здесь мясо получается на траве, на сене. Специалисты говорят и гурманы, что оно лучше, чем то, которое получается в средней полосе. Мраморным называют красное мясо, в котором присутствует жировая прослойка. Уникальность такой говядины в ее вкусовых качествах. На них влияет тщательно подобранный режим кормления животных. Пока продукция сельхозпредприятия новая реализуется в Лагденпухе и Ленинградской области. Очень скоро, сказал глава Карелии, мраморную говядину можно будет попробовать и в ресторанах Петрозаводска. Как будут отдыхать в Карелии? Загородный отдых европейского уровня развивается в Лагденпухском районе. Там открываются новые привлекательные места отдыха для туристов. Турбаза с необычным названием «Хаусбот Ковчег» пришвартована к живописному берегу Ладожского озера. Это плавучий дом-гостиница на 12 человек. Подобные виды отдыха на природе невероятно популярны в Голландии. У карельских хаусботов есть все шансы привлечь туристов на свои уютные палубы. Уверен начинающий бизнесмен Олег Пузов. Я сам люблю находиться на воде, люблю ездить на рыбалку, поэтому само пребывание на воде и жизнь на воде, мне эта идея интересна. Олег – заместитель главного врача в Сартовальской больнице. В прошлом году он осуществил свою давнюю мечту – вместе с братом построил плавучий дом. Свой первый бизнес. Архитектура и дизайн турбазы на воде – полностью его идея, почерпнутая из глянцевых журналов. Первых гостей хаусбот принял в июле 2017-го. Я смотрел хаусбот в Голландии. Там это очень распространено, там очень интересные дома, есть самоходные, есть несамоходные, есть довольно-таки большие. Вот мне как раз понравился там один из проектов в Голландии, как раз с открытой верхней палубой «Флайбриж». В принципе, этот проект я и хотел реализовать. И спроектировал дом так, чтобы обязательно была открытая верхняя палуба. Важно, что хаусботы не наносят вред окружающей среде. В плавучей гостинице бизнесмена установлена современная шведская система сбора грязных стоков. Почетным гостем дома корабля стал глава Карелии Артур Парфенчиков. Идея ему сразу понравилась. Он предложил варианты развития малого бизнеса и откликнулся на просьбу Олега Пузова помочь в переводе земель из лесного фонда в земли рекреационного назначения для его будущих проектов. Бизнесмен собирается построить еще два хаусбота и пришвартовать поблизости. Затем глава осмотрел внутреннее убранство необычного гостевого дома, заглянул в спальные комнаты и поднялся на веранду, с которой открывается вид на скалистые берега Ладожского озера. Еще один вид туристического отдыха на Ладоге – загородный комплекс с гостевыми коттеджами из дерева и камня. Парк-отель «Сорола Вилледж» тоже расположен на берегу озера. Украшает территорию турбазы небольшой кедровый сад. Осматривая территорию, глава Карелии предложил обустроить здесь сквер и высадить саженцы карельской березы. Их можно приобрести в питомнике Карельского научного центра РАН. Вы покупаете и вы уже точно знаете, что вы можете посадить там какую-то рощицу карельские березы. Да, уже где-то написать. Люди будут даже приезжать, смотреть на карельские березы. Это интересно. В окрестностях обеих турбаз – очаровывающая карельская природа. Здесь можно покататься на лодках, половить рыбу, взобраться на Змеиную гору. Для туристов организуют конные прогулки и занятия скандинавской ходьбой. Теперь отдых на берегу Ладоги благодаря местным бизнесменам приближается к европейскому уровню. Это, безусловно, повышает туристическую привлекательность Карелии и способствует развитию малого бизнеса в республике. Евгения Лёгкая, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. 7 июня депутаты Законодательного собрания представят в Санкт-Петербурге важные инициативы. Спикер Карельского парламента Элисан Шандалович, депутаты Ирина Кузичева и Тимур Зарняков примут участие в конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Среди вопросов, которые обсудят парламентарии Северо-Запада, заявлены карельские инициативы. Это предложение расширить арктическую зону России, включив в ее состав Костомукшу и Сегежский район, а также создать карельскую опорную зону, статус которой позволит республике подавать заявки на федеральное финансирование в сфере развития Арктики. Участники конференции обсудят карельские предложения повысить статус финского языка как учебного предмета, законодательно закрепить порядок складирования вырубаемой древесины и расширить льготы родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. Карельскую корпорацию развития ожидает перезагрузка. Генеральный директор организации Юрий Савельев рассказал, какие изменения жители региона заметят в первую очередь. Подробности узнал Эдуард Тур. В этом месяце работу начинает Карельский фонд развития промышленности. Организация будет кредитовать крупные республиканские инвестпроекты совместно с федеральным отделением фонда. Договор о их взаимодействии был подписан в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге. Это соглашение как раз нам дает возможность сейчас уже окончательно решить все вопросы по старту деятельности регионального фонда развития промышленности. И дальше уже начиная с июня уже готовить выводить заявки на софинансирование наших проектов. Летом запланировано открытие центра кластерного развития. Он будет работать по двум направлениям. Это лесная промышленность и туризм. Изменится структура бизнес-инкубатора. Подбор клиентов будет проводиться в районах республики. В планах открыть филиалы в Кондабаге, Сегеже, Сартовало и Костомукше. Мы увеличим даже количество мест в бизнес-инкубаторе, но при этом приблизим услуги бизнес-инкубатора как раз к потребителям. То есть в Петрозаводске сейчас нет такой потребности. На полноценную работу корпорации нужно около 17 миллионов рублей в год. Сегодня общий объем финансирования организации в несколько раз меньше. Проблему хотят решить за счет создания центров прибыли и оптимизации затрат. Существенный доход, например, принесет создание торгового дома Республика Карелия. По соотношению бюджетного финансирования собственных средств, то есть примерно это процент максимум 10-15 процентов, которые корпорация зарабатывала сама. То есть мы планируем где-то сейчас до конца этого года вывести это соотношение примерно 50 на 50, а к концу 2019 года выйти по сути дела на самоокупаемость. Изменится и работа с инвест-проектами. Сроки их сопровождения сократятся в два раза. Теперь, если проект будет соответствовать всем критериям, заниматься им будут бесплатно. В противном случае отправят на доработку, за которую, возможно, придется и заплатить. Подробнее о новой структуре корпорации, развитии ее стратегии расскажут во второй декаде июня на партнерской конференции в «Точке кипения». Эдуард Тур, Александр Борисов, Владислав Будников, САМПО ТВ 360. Группа «Корни» приедет в гости к петрозаводчанам, а байкеры проведут соревнования в окрестностях Петрозаводска. Обо всем этом мы другому знаем вкоротко. Виды Карелии теперь можно увидеть в зале вылета Международного аэропорта Внуково. Проект «Путешествуйте дома лета», в который вошли лучшие работы региональных авторов, представили аэропорт и портал о событийном туризме. На кижах начались съемки нового выпуска тревел-шоу «Орел и решка. Россия». Об этом в Инстаграм объявили ведущие – певица и видеоблогер Клава Кока и рэпер Натан. 12 июня в День России в Петрозаводске на площади Кирова в Большом праздничном концерте примет участие популярная российская группа «Корни». Начало концерта в 19 часов. Карелия вошла в топ-10 регионов по популярности романа Евгений Онегин. Рейтинг «Ко дню русского языка» и «Дню рождения Пушкина» составлен по данным запросов в поисковой сети Яндекс. С 8 по 10 июня в пригороде Петрозаводска пройдут мотогонки «Шустрая белка-2018». Организатор гонок – Карельский спортивный клуб мототуризма и эндуро «Вектор движения». В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из России и ближнего зарубежья. 11 июня петрозаводчан приглашают на всероссийские соревнования по агрессивным роликам «Карелиян Джамм-2018». Роллеры со всей России соберутся в столице Карелии уже в четвертый раз. 16 дворов в Петрозаводске участвуют в первом этапе программы «Комфортная городская среда». Работы здесь начались в конце мая. На следующей неделе планируется сдача сразу двух объектов – на улицах Пограничная и Тупиковая. Как благоустраивают дворы, расскажет Светлана Воробьева. Этой пятиэтажке на улице Тупиковой более 15 лет. Жильцы за территорией вокруг дома следят, сами благоустраивают, проводят субботники. В этом году покрасили тут все сами, в принципе, своими силами. Ну и кусты вот эти садимы, как бы стараемся поддерживать порядок. Однако со временем здесь все же понадобились более серьезные работы по благоустройству. В феврале жильцы дома собрались, определились с перечнем работ и подали заявку в программу «Комфортная городская среда». Вопросы были как раз по этой дорожке, провалы сливной канализации, эти лотки были уже деформированы, вода уходила куда-то, тротуар был весь покорябанный. Ну вот все сейчас привели в порядок, все весьма и весьма довольны, все очень хорошо, озеленение еще немножко доделают и приятно будет к дому подойти. Кроме этого, подрядчик оборудует контейнерную площадку, а у одного подъезда, по желанию живущих в нем пожилых людей, установил пандус. Все работы в этом дворе планируют сдать на следующей неделе. Во дворе дома номер 42 на улице Луначарского все готово к заливке асфальта. Техника сюда придет в ближайшие дни, работа начнется в сухую погоду. Также здесь запланирована установка шлагбаума, уличного освещения, благоустройство газонов. Подрядчик старается учесть все пожелания жильцов, они в свою очередь контролируют его работу. Мы на ежедневной основе получаем обратную связь от жильцов, то есть у них есть возможность контролировать рабочий процесс, как и вживую, так и через камеры, которые установлены на фасаде. То есть обратную связь получаем положительно, уверен, что по итогам, по окончанию работ все будут довольны. В Петрозаводской администрации обещают к июлю завершить работы по благоустройству во всех 16 дворах, которые стали участниками первого этапа программы «Комфортная городская среда». Как правило, это ремонт асфальтовой территории, то есть из 16 дворов в текущем году по 15 мы будем менять асфальтовое покрытие. Как правило, люди также хотят освещение дополнительное, это также 9 дворов в текущем году. Это благоустройство и озеленение газонов, высадка кустов, деревьев, посадка травы и обустройство либо ремонт детских площадок. То есть это основные такие виды работы. В среднем благоустройство каждого объекта стоит от миллиона до полутора миллионов рублей. Большая часть – это средства из федерального бюджета. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, САМПОТВ, 360. Это все новости. С вами был Андрей Раев. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok